слава украине привет всем от полонского вы знаете сегодня выставил видео на телеграме где первый раз вот я так вот лопша называется услышал что чмобики отказываются выполнять приказы заявляют поснимав маски заявляют об этом на камеру действительно очень интересное видео кому интересно можете посмотреть там две минуты ссылочка как обычно в описании к данному ролику снизу так вот крайне интересное видимо что довели их до крайней степени отчаяния коль они поснимали с физиономии маски называет свое имя фамилию командира он кстати старший лейтенант и говорит о том что приказ выполнять не буду это хорошо уже да ну там фабула такова что кстати еще один интересный момент их дернули из белгородской народной республики да то есть это получается с какой стороны при не призвали в территориальную оборону где они там сидели себе в шебеке но иногда им там прилетало но это же не то что творится в бахмуте вы же прекрасно понимаете но они конкретно не в бахмуте они под бахмутом где-то там берут какое-то село что берут их послали и они там все легли вот там кусок 10 осталось от роты вот они бунтуют вот история абсолютно в основном в остальном она стандартная то есть они сидели себе хорошо в белгородской народной республике вот купили территориальной обороны ну что от нее ожидать их тут срывают 1 марта перебрасывает резко в днр резко забирают все документы какие-то днр и днр и пришли к ним говорят полу в полу гражданской форме ну как обычно там вот по забирали у них все документы они теперь никто ничто никак зовут их тоже никак соответственно документов нет какой они части принадлежат они понятия не имеют куда идти в атаку знают только направление куда чего понять кто слева кто справа вообще понятия не имеют мы все вперед значит на убой и действительно их там почти всех у кондропу пили вот 10 человек осталось что в 11 не не пойму сколько это на видео и они значит начинают бунтовать бунтовать в том плане что отказываются выполнять приказы это уже ребятки хорошо это значит что вот это вот мясо которая это сейчас по этаж которая погнали на фронт на убой она начинает проявлять найти какие-то уже признаки гражданского неповиновения учитывая что все таки люди у которых есть оружие будем надеяться и вообще хочу их всех призывать тому чтобы начать понимать что ваш враг не в украине ваш враг сидит в кремле вооруженные мужики в конце концов соединитесь создайте подразделение какой-то и держать и туда на москву на эту разжиревшую которую жила ела спала грабила вас годами десятилетиями вы жили в этих убогих регионах без туалетов без ни черта едьте в москву наводите там порядок наведите порядок шухер в кремле такой чтоб там это вот этот пляшивый в бункере там он закопался в том бункере залить и бункер бетоном к на конце конце концов у вас есть оружие вы солдаты вы распоряжаетесь своим будущем и будущем в вашей страны неважно какой она величины будет и так далее важно другое вас грабила москва вас теперь еще и убивают москва вот как этих сейчас всех убили это москва виновата езжайте туда наводить этом конституционный порядок забирайте свое потому что ваши деньги находятся в москве там же находятся ваши алмазы которые из якутии там находится все у вас есть оружие вполне можете поехать туда забрать ту часть которая вам принадлежит по праву главное понять одно ваш враг не в украине ваш враг в кремле вот так исходя из этого понимания и действуйте здравствует новая революция на россии слава украине